Добрый вечер! Я была, вот даже отмечена на карте, где я была, я была в королевстве комаров и мушек. Это за Ивделем. Один отдельный населенный пункт, он называется Юрта Пакина. Наверное, вот у каждого человека есть свое хобби, коллекционирует какие-то там марки, вещи, машины. Не знаю, я коллекционирую знакомство с такими замечательными людьми. У меня была прям большая мечта познакомиться с Манси, которые живут у нас в Свердловской области. Человек настоящий, который родился здесь, вырос и продолжает свои традиции. Там очень малочисленные, насколько я понимаю. Совсем, я думаю, одна юрта. Их поселение. Нет, их юрт несколько. Причем даже вот рядом с юртой Пакина стоит еще дом. Тоже его друзья-соседи, но они, насколько я знаю, не очень хорошо общаются. Подожди, Пакин это конкретный человек? Да, Николай Пакин это вот один человек, у него жена. Представляете, у него в паспорте прямо так и написано место проживания, город Юрта Пакина. Это город? Это город Юрта Пакина. Ну, как населенный пункт пишут Юрта Пакина. Очень здорово. И не просто так мы отметили на карте, потому что он действительно есть. Вы можете забить также в поисковике, он вам на карте выдаст. А просто интересно, как до него добираться, если вдруг мне захочется посетить это место? Это место. Добираться очень весело, потому что вы сначала доезжаете до прекрасного города Ивдель. Очень красивый, это 8 часов, вы наверняка потом отдохнете, поспите после тяжелой дороги. Потому что, ну, на самом деле, ощущается дорога прям сильно. И сейчас там белые ночи, поэтому поспать, опять же, вряд ли вам удастся. У нас в области есть белые ночи. Казалось бы, не так далеко от Екатеринбурга, сколько это в километрах? Это 600 километров. Казалось бы, не так далеко, а далеко. А далеко, да, там, знаете, это тот момент, когда ты спишь-спишь, вернее, лежишь, вот вечером спать тебе уже хочется, вот сейчас, ну, сейчас стемнеет, шторы закрыло, все равно светло-светло, вот как-то так, все равно светло-светло, ну, сейчас, сейчас, и понимаешь, что уже начинает светать, уже все, пропустил тот самый минуту. То есть там вечереет, а потом сразу светает. Да, ту минуту, когда было самое темное время свиток. Собственно, давайте посмотрим сюжет о том, как живут там. Да, конечно. Деревянный дом, солнечные батареи, спутниковая телефонная связь с остальным миром. Общественный таксофон только для одного населенного пункта. И только для двоих жителей этой деревни. Для Натальи и ее мужа Николая Пакина. Он коренной житель Ивдельской тайги, представитель малочисленного народа Манси. Вот, здесь вот родился. Вот наши машинки были еще в советское время. Сколько Манси ни корми, все равно в лес убежит, шутит Николай. И каждый день начинает свой путь по неизведанным тропкам в поисках сезонного товара. Вагулы и сегодня живут пушнины. Именно здесь, а не в магазине есть все. Я в основном соболе ловлю. А норка, она сильно жирная. Его разделывать, обделывать, выделывать. Очень много работы. Сейчас самое, пожалуй, скучное время года, когда ягод и шишек пока нет. А значит и в лес на промысел не нужно ходить надолго. Зато как только наступает сентябрь, Николай пропадает на неделе в зеленой чаще. Ему не нужен никакой навигатор. Он у него в крови. В голове уложено, где, что, куда, как. Ну и теряются. Не все же. Сейчас манси, которые молодые растут, тоже некоторые не понимают, куда идти. Жена Наталья русская. Вместе они прожили больше 20 лет. Говорит, поначалу было скучно в лесной хижине. Теперь привыкла и не представляет себя в городской суете. Единственное, что нельзя делать женщине, это прикасаться к священному животному медведю. Николай всегда готовит, разделывает добычу самостоятельно и даже моет потом посуду. А Наталья не против таких обычаев. В остальном их лесная жизнь так похожа на любую другую. А из роскоши два часа в день могут позволить себе электричество. Мы спорим, на самом деле, как называется домашняя хлебопейщика. Саша давно не ел хлеба, говорит. Хочу очень хлеба. Нет, я хочу конкретно вот этого хлеба, который сейчас показали. Там, представляете, мы идем, я вижу грибы настоящие, мне хочется их сорвать. Я сразу же, ой, смотрите, ой, смотрите. Он мне говорит, так это не белые, не собирай их, не ешь. Они едят там только белые грибы. Ах, они едят там только белые грибы. Да, потому что зачем мы их наелись, не вкусно. Ну, в общем, не имеет смысла есть. У них сейчас, на самом деле, есть небольшая проблема. Юрта Пакина конкретно находится, она не очень далеко от Ивделя. Ну, там бездорожье, понятно, в любом случае. Но к ним медицинская помощь не доезжает. Хотя есть у нас еще дальше юрты Анямовых, других семей. К ним доезжает почему-то медицинская помощь. А вот пока, да, этих ребят медицинская обследование. А нам прям нужна медицинская помощь, обследование? Обследование, да. То есть... Периодически нужно, да. Обязательно, конечно, нужно проходить, там, флюорографию или какие-то крови сдавать, вообще анализы, просто с терапевтом поговорить. Ну, вот они живут в лесу, он на пенсии. Все очень довольны. К слову, они выходят на пенсию в 55 лет. Они это кто? Малочисленные народы, которые у нас проживают в Средневековской области. Они выходят на пенсию в 55 лет, но в связи с реформой, возможно, все изменится. Нет, ничего у них не изменится, у них есть еще белые грибы. Белые грибы, пенсия, прекрасное место, белые ночи, природа, комары, лягушки. Мы знаем, что на следующей неделе, скорее всего, рубрики «Город на карте» уже не будет. Давай подведем промежуточные итоги. Вот самое удивительное место, куда ты за это время съездила. И почему вообще ты выбрала эту рубрику «Ездить по городам и весям» и снимать такие замечательные населенные пункты? Это, наверное, самый большой и лучший подарок, который мне подарила телекомпания, потому что дала возможность познакомиться с уникальными, удивительными людьми, с местностью, с редакторами газет. Я просто со всеми практически дружу. Мы созваниваемся, переписываемся, они мне подсказывают темы. Вы просто не представляете, какое это удовольствие, ну, даже вот приехать куда-нибудь на местности и узнать их особенности, узнать их традиции какие-то, узнать, в конце концов, историю. Для меня я не местная, не с Урала. Для меня все в новинку, и это очень классно, очень круто. Ну, так и место, это какое самое удивительное? Место, ну, Чусовое, наверное, ну, наверное, потому что мы... Чусовое — это село. Смотрим на них, да, село Чусовое. Я в нем был. Да, оно прекрасно. Торжественно заявляю, я в нем был. Ну, мне кажется, у нас нет плохих городов в Свердловской области. А это не Дом культуры, случайно? Это ДК, да. ДК. Да. Злосчастный ДК. То есть я сейчас понимаю, что ты готов Дашу на время ее декретного отпуска заменить? Да, я готов Дашу на время декретного отпуска заменить. Я надеюсь, руководство телекомпании у тебя это слышало, Даша, слышала, так что не волнуйся, дорогая. Я тебе передам все телефон редакторов. Спасибо тебе большое за каждый твой репортаж. Я думаю, что жители этих небольших населенных пунктов с удовольствием их смотрели. И для них это будет память на долгие-долгие годы, что к ним приезжала прекрасная Даша с телекомпанией ОТВ. Тебе счастливо провести время в отпуске твоем в связи с большим счастливым событием. Наша программа продолжается. Сейчас небольшой коммерческий перерыв. А потом будем говорить о политике, ведь буквально полтора часа назад состоялось движение кандидатов мэра Екатеринбурга.